Девушки отдыхают Что происходит? Это белка, которая ухаживает за древом. Какой прелестный аромат. Возможно ли? Простите за вторжение. О, да! Это смола. Ореховый вкус с ноткой чернил кальмара. Нет. Что, не любите гастрономические эксперименты? Погоди. Если ты Рототоск, почему, когда мы тебя зовем, ты другой? Это долгая история. Но вы правы. Я и впрямь Рототоск. Тот Рототоск, которого вы знаете, лишь одно из моих воплощений. Причем довольно неприятное. Я считаю его настолько далеким от себя, что это почти другая личность. Кстати, о нем. Пакостник? Не хочешь повидать друзей? Пошел в жопу, я занят! Этого следовало ожидать. Ну что ж. Я очищил для вас это семя от смолы. Желаете его забрать? Это семя? Конечно. Семя Игдрасили, если точнее. С тех пор, как мои гномы-постояльцы устроили тут перепланировку, без таких семян не открыть новых проходов в моем древе. В твоем древе? Да, в моем. Сейчас. Я покажу. А, вот зачем господину Броху было нужно. Семя Альфхейма. Боже, у вас там какие-то... Может, расскажете мне по дороге о своем прошлом посещении земли эльфов? Конечно. Первым миром, куда мы попали через твой храм, был Альфхейм. Фрея хотела пойти с нами, но... Один ее заколдовал. Она не может покинуть Мидгард. Ужасно. А потом мы разбили армию темных эльфов, чтобы добраться до света. Вы вмешались в их войну? Нам пришлось. Мы пытались наполнить Беврёст, а они напали. И темные эльфы хотели покрыть его своей липкой жижей. Мы его освободили, и светлые эльфы вернулись. В Альфхейме стало лучше. Хм. Вот как. Альфхейм. Сколько лет прошло. Не знаю, в какой стороне храм, но... Святилище Гроа будет там. Вижу, эльфы продолжили воевать. Да. Похоже, дела тут обстоят неважно. Фимбл Винтер не пощадил Альфхейм. Нет. Такое творилось в песках Альфхейма и до Фимбл Винтера. Альфхейм. Альфхейма и до Фимбл Винтера. Стой. Я что-то там слышу. Что-то большое. Оно страдает. Что ты слышишь? Похоже на животное. Но как можно выжить в таких условиях? Под песком скрыто много пещер. Это, конечно, не роскошные дома, но... Темные эльфы выживают как могут. Альфхейма. Все в порядке? Да, старина. Пошарим в сундуке Норн и двинемся дальше. Отец такое любит. Хорошо. Да, храм свет. Светилища Гроа наверху. А фрейр так и не вернулся больше в Альфию, да, Мимир? Нет, полагаю, судьба его мира была для него важнее. Погоди, брат Фрейр? Да, он совсем на него не похож. Впереди преграда. Что это за сверкающие камни? Сумеречный камень. Редкая порода. Он создается тысячелетиями. Красиво, верно? Свет Альфьейма понемногу пропитывает камень и затвердевает, нарастая как мох на дереве. Одно из чудес... Оу, я не знал, что так можно. Медло, левый фланг! Брат Фрейр. При чем здесь он? В стародавние времена Ван по имени Фрейр отправился в Альфхейм, где перед ним предстала земля, обезображенная войной. Пустив в ход свои божественные силы, он сумел привести эльфов к хрупкому перемирию. Не забудь, что как только он отбыл, хрупкое перемирие рухнул. Я к этому вел. Слышите? О, нет. Довольно, прошу. Не нужно этого делать. Мы не хотим вам вредить. У нас нет выбора. Снява! Весец, как упадет свет. Зачем вы с нами бьетесь? Мы ведь вам помогли. Адрей, соберись. Дура, скайки! Ёба! Осторожно, сзади! Как печально. Они напали первыми. Пойдем внутрь, нападут снова. Места другого пути нет. Они не дают нам особого выбора. Так считает твой отец. Полагаю, я просто наив. Нет, ты просто веришь в лучшее. Подношение Фрейру от эльфов. Видно, он оставил его здесь, когда поспешил в Ванахейм. Что это? Оберег от кошмаров. В данном случае, кошмаров Фрейра. Ну, одним подношением эльфы бы не обошлись. Какой высокий. В прошлый раз мы спускались сверху. Я и не знал, что тут внизу столько всего. Это старые ворота. Их построили, чтобы наладить отношения между эльфами. Я первый. Адрей, дай знать, когда буду на полпути. Так, что сейчас происходит? Это печать, символ равновесия, царившего, когда тот был Фрейр. Свет и тьма, существующие в гармонии. Ну как, Адрей? Вроде неплохо. Отец, теперь ты. К несчастью для Альфхейма, Фрейру не понравилось решение сестры стать женой Одины. Он бросил этот мир и вернулся в Ванахи. Если честно, в тот раз асы все-таки его подпалили. Коммерть должна была открыться. Ты уверен в равновесии? Да, но в мире его нет. Уже нет. Отец, потяни в другую сторону. Да, так. А ты, Тюр, толкай вперед. Тюр. Ты молодец, Адрей. Идем? Что статуя Темного Эльфа делает в Храме Света? Так они и выглядели до разделения. Разделение? Да. Вообще-то Эльфы не всегда делились на Темных и Светных. Это статуя Эльфа до войны. Тогда они еще не знали силы Света. Твердый Свет. Хоть что-то знакомое. Да. Камень на время наделяет твой топор Светом. Полезно. Что это за звук? Не стану портить вам сюрприз. Это Свет! Никогда не видел озеро Душ таким. Да. Думаешь, это Фимбул Винтер? Конечно. Свет стал изменчивым. Так значит, Световой Колодец берет начало в озере Душ. Да. После создания Девяти Миров, души погибших начали собираться в этих водах. Когда Эльфы поняли его силу, они построили Храм, чтобы обуздать его. Идея увенчалась успехом. И многие приставили к новой своей силе. Так и появились Светлые Эльфы. Светлые Эльфы. Дайте мне с ними поговорить. Лучше пусть эти двое делают, что умеют. Светлые Эльфы. Светлые Эльфы. Светлые Эльфы. Добавил субтитры DimaTorzok Ялпа! Они перешли по световым мостам. А мосты пропали. Думаю, я знаю, как нам перебраться. Нам повезло, что отказ от насилия не включал в себя насилие над подстройками. Сюда. Викилище ждет. Кратос, куда ты идешь? Он просматривается. Порой это полезно. А, я бы их познали. Подолжим. Храм выглядит совсем иначе, чем прежде. Когда мы были тут, он был в руинах, и повсюду были темные. С помощью света Альфхейма эти эльфы смогли восстановить храм и, кажется, свои силы. Да, они выглядят куда опаснее, чем в тот раз. Это были обычные солдаты. Чем дальше наверх, тем опаснее враги. Здорово. Раз эти эльфы с помощью света создавали двери и делались сильнее, чего хотят темные эльфы? Вернуть его обратно в исток. Для них природные ресурсы Альфхейма священны. Прежде всего, священен сам свет. Да. Светлые эльфы добились успеха ужасной ценой. Вскоре после создания храма, некогда полные жизни пески Альфа превратились в голые пустоши. Еще один вдохновенный стих Квасира. Впереди светлые эльфы. Я разберусь. А может быть, лучше не стоит? Эй, друзья, приветствуем. Мы не хотим вам зла. Тюр. Назад. Как слева? Как слева? Ябро. Светлые, слева! Есть! Осторожно, сзади! Ясно! Попробуй свернуть ее обратно! Ясно! 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 Тёмные эльфы хотят, чтобы души покоились в свете, а светлые эльфы используют их. В общем и целом, так и есть. Но тогда кто из них прав? Это непростой вопрос. И не нам отвечать на него. Это война эльфов. В прошлый раз в Альфхемии я сказал то же самое. Ясно. Сколько же световых зверей? Укрепление. Да. Не хочется, чтобы тёмные эльфы снова тут заправляли. Прекрасно. Ну что, продолжим подниматься? Браво! Отец! Что стало с Квассиром? Читатели разорвали на куски. Точнее, один из них. Точнее, Тор. Пожалуй, это я оставлю. Тор. Пожалуй, это я оставлю. Тор. Квассиром? Тор. 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 Да, сколько жестокости. Буду ждать на той стороне. О, прошу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Видимо, они назначили нового страста. Парус варталёфору. Король тёмных эльфов? Видимо, тоже ушёл в свет. О, ясно. Нужно выбрать момент. Этот мистик нас не видит. На земле сумеречный камень. Сумеречный камень в сражении пригодится? Можно продолжить путь здесь. Отец, сюда! Вот они. Делайте, что должны. Спитовая серия! Право, брат! Продолжение следует... Упадение! Отпустили! Аплодисменты украли! Тихо. Профа! Так и не понимаю, как они создают мосты. Взгляни на статуи. Эти кристаллы. Я видел их и на эльфах. Интересно, может ли эта статуя упасть поперек пропасти? Взгляни на статуи. По крайней мере, мы уже близко. Посмотрите вверх. Видите? Изнутри он, кажется, еще выше. Не верится, что тут внизу все это. Смотри, вон там. Тебе должно быть виднее, брат. Я уже не помню, как я в последний раз был уно. Да и не хочу. Опять то же самое. Световая сфера! Сзади! Светлый эльф, слева! Светлый эльф, слева! Светлый эльф, слева! Светлый эльф, слева! Светлый эльф... Попробуй свернуть ее обратно! Берегись! Сверху! Этот последний. Он ярче, чем я помню. С одним вороном меньше. Снова световая дверь. На щите той статуи своими личными камнями. Но угол неудобный. А можно сделать так, чтобы эльфы больше не сражались? Если бы Фрейр не ушел, здесь царил бы мир. Но теперь... Ты говоришь, будто Фрейр во всем виноват. Эта война началась задолго до него. Но он был способен исцелить этот мир и прекратить войну. Нет? Он сделал выбор. Неверный. Может, для эльфейта? Но не обязательно для себя. Каждому предназначено идти своим виноватом. Неважно, кто он. для нас. Я его успen quando за Бутылка 좋ал. И вот, что я обсуждал. Что rätt sl�로 на земле? Он отдал отдал? Я справа. Я справа. ¿Пода? Для основной они праяли. Эльфейт. О maths. Ага! Щит сдвинулся! Теперь верно! Ага! Неплохо, брат! Сюда. Еще немного! Ага! 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 Ты все еще слышишь вой раненого существа? Вроде бы. Возможно, дело в буре. Узнаем тайное пророчество загадочного провидца. Сможем заняться этим. Там, из центрального зала, попадем наверх. Только пройдем через еще одну световую. Наверху камень звука. Отлично сочетается с сумеречным камнем. У светлых эльфов что ни говорится, что не будет, не будет. Парень есть? Да, мы в ту сторону смотрим. А что если... Давайте я помогу. С такого угла получится. Неплохо. Рад помочь. Свет Альфьера. Он прекрасен. Ничего. Что не так? В прошлый раз я слышал там маму, но больше не слышу. Теперь ее душа слилась со светом. Этот закон древнее самого родит. Она нашла покой от Рэй. Надеюсь. Когда отец побывал в свете, он сказал... Ты побывал в свете Альфьера? Да. И тем не менее, ты здесь, в здравом уме и даже не обгоревший? Ответь мне, Кратос. Что ты там видел? Это лишь мое знание. Но для меня прошли мгновения. А вот для меня не мгновения. Я был заперт. А Трэй приложил немало сил, чтобы меня спасти. Даже не представляю. Ну что ж. Триптих Гроа ждет. А ты встречался с Гроа? Много раз. Но ее терзали видения. И... Разговаривать с ней... Было... Трудновато. И... Блег... А где? Может быть? Не пробирались от Узки до княги. Как ты там. Иисус... Если, ну что это да... Как вы бросаете... Узки княги... Иисус... Иисус... Что ты делаешь? Я что-то слышал. Отец, ее уже нет. Пойдем дальше. Почти на месте. Тут кое-что изменилось. В прошлый раз тут было полно ульев и много темных эльфов. Я... Я всегда думал, что король темных эльфов... Что все темные эльфы... Тюрк. Да? Мы помогали не тем... Ты уверен, что это правильный вопрос? Я... Какой вопрос правильный? Есть ли в этой войне те? Вот именно. Что думаешь от этого? Есть ли в этой войне правая? Я... Я не знаю. Тогда не стоит и выбирать. Вот и дошли. А, вы добрались? Рад видеть. К вашим услугам. Продолжение следует... Великаны всегда любили прякать свои тайны на виду. Взгляните-ка на это. Взгляните. Взгляните. О, да. Тут у нас Гроа ищет своего пропавшего мужа. Она не оставляла своих попыток, целыми неделями погружалась в тонкие миры. Но, увы, нашла она нечто иное. Видение Арагнарёта. Весть об этом видении достигла Одина. Он разыскал ее и потребовал все рассказать. И новости ему не понравились. Ярнвид? Это же... Не знаю, что это. Мифическое убежище великанов. Интересно. Так оно в Йотунхеме. Некоторые великаны в это верили. Но Ярнлида нет, парень. Это лишь идея. Метафорический рай. Его нет. Считается, что Гроа попросила, чтобы, когда она отправится в свет, ее пепел вернули в Йотунхем. Сложно представить, что Один к ней прислушался. Хм, значит, воин. Наверное, это буду я. Слишком много догадок. Да. Не воспринимая эти абстракции так буквально, пророчества всегда туманны. Хотя, некоторые порой очевиднее прочных. Рагнарёк. Да. Конец всему. Так значит, все. Мы никак его не остановим. Должен быть способ. Иначе зачем это прятать? Смотри. Тюр. Вот что мы видели. Тебя. Ты сражался в Рагнарёк. Нет. Я не... Я не могу. А это что? Интересно. Аскард погибнет? Аскард погибнет? Ну, другие миры целы. А Один мёртв. Она солгала. Гро? Лгала? Ну, конечно. Один полагается на лжепророчество. Значит, мы переживём, Рагнарёк. Победим Одина. В этом пророчестве мы не присутствуем. Но это же Тюр вел армию на Асгард. И... Там были воины Исхеля. И эльфы. И воин. Ладно. Кто он такой, неважно. Но мы впервые знаем что-то, о чём не знает Один. Знаем, что можем победить. Тюр! Я не дам пророчеству решать за меня. Но... Но мы же видели... Нет, Адрей. Так нельзя. Идём. Нужно всё обсудить. Нам пора. Мы не в силах остановить его. Но мы можем победить. Если Асгард будет уничтожен, погибнет далеко не только Один. Должен быть иной способ. Может, для начала выйдем отсюда? Согласен. 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 Продолжение следует... 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 Идем, идем. С правой стороны! Право, справо! Осторожно! Отец, сюда! Наверх! Нельзя медлить! Световая бомба! Световая бомба! Световая бомба! Световая бомба! Световая бомба! Жду вас на той стороне! Не останавливайтесь! Световая бомба! 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 Еще чуть-чуть! Сюда! Прошу, открой врата! Хочешь войны, Катрей? Взгляни, что война сделала с равнинами! Я уже по горло этим сыт! Незачем спешить! Нужно самим взглянуть на эту пустыню! Ну, надеюсь, у Тюра было достаточно времени, чтобы обрести спокойствие духа! Да уж! На миг я увидел в нем прежнего бога войны, но он тут же исчез! Любой имеет право выступать против войны или против пророчества! Это справедливо! Как знать, что именно великаны имели в виду? Разве вы уже забыли, что они предсказали все наше путешествие в Йотунхейм? Если великаны видели, как Тюра возглавляет армию Врагнарёк, то я им верю! Вопрос в том, как заставить поверить в это Тюра! Мастер Кратос, нам надо поговорить! А, рад снова тебя видеть, Атрей! Иди сюда, помоги мне! А, хорошо! Поедим, когда скажешь! Похлёбка настоится и станет лишь вкуснее! Атрей! Поешь! О! Подожди! Подожди! Спасибо! Ешьте! Ешьте, друзья! Да! А назад не полезет! Это тебе? Пища, достойная воина! Хватит! Я сказал больше об этом ни слова! Да! Конечно! Не хотел обидеть! Да, я не обижаюсь! Просто слово! Затмевающее твой разум! Ты правда думаешь, оно ничего не значит? А просьба мамы развеять её прах? А то, что мы видели в Йотунхейме? Для чего всё это? Ты не задумываешься? Каждый день! Но я не верю, что мать хотела подвигнуть тебя на глупые авантюры! А вдруг великаны на меня надеются? Великаны? Я на тебя надеюсь! Не рискуй! Будь умней! Ты должен думать как мужчина, а не как ребёнок! Но что если без Локи в ярм виде не получится? Атрей! Ты мой сын! И только... Ты понял? Что-то аппетит пропал! Прости меня, Кратос! Я сказал это не подумал! Ты всё же поешь! Меня уверяли, что это дело полезное! Я не понимаю! Откуда взялись рассказы про Локи и воины Ярнвид, если всё это ложь? Он такой... Хочешь, я дам тебе, возможно, лучший совет за весь день? И за всю жизнь? Поспи! Поспи! Во сне все вопросы решаются сами собой! Ага! Конечно! Поспать! Отлично! Я серьёзно! Я тоже! Иди давай отсюда! Уже ушёл! Уже ушёл! Ярнвид! Локи! 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 Что это? Если бы Вольфхемия знала, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Что происходит? Эта маска? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. Где я? Да ты только об этом и говоришь! Снова и снова! Сделай что-нибудь или заткнись уже! Мелкие беды, мелких смертных... Надоело уже слушать про мелкие беды, мелких смертных! Воспоминания печальные. Ты сломал врата! Как попасть бьет он, Кейн? Что тебе нужно? Пусти! Друма! Я не понимаю! Неважно! 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 Эй, не убегай! Неважно! Объясни, где я нахожусь! Неважно! 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 Надо выбираться. Смирно. Он заплатит за слова о маме. Нет. Но мы боги. И можем делать всё, что захотим. Прошу, стой, подожди! Нет! Да что происходит? Этот нож получше, чем мамин. Нет, не надо! Нет! 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 Девочка! Нет. Тихо. Эй, ты куда? За тобой? Ладно, тогда увидимся на той стороне. Где я? Ты меня понимаешь? О, привет. Так, куда мы идем? Понял. Мне приснился очень странный сон. А потом я очнулся здесь. Это Ярнвид? Как я сюда попал? Я пришел сюда во сне? Возможно, так оно и было. Я же здесь. Запах? Какой запах? А, наверное, это запах фенрира. Жаль, что вам не познакомиться. А у вас тут много, да? Что за запах? Здешний воздух. Здешний воздух. Он как будто сладкий. Может, это пахнут деревья? Вы бы сказали, если бы хотели меня съесть. Это шутка, да? Сюда? Никогда не видел подобного леса. Сюда? Сюда? Продолжение следует... Я её ещё не закончила. Это краска из коры ярнвицких деревьев. Деревья хранят память леса, а значит, она остаётся и в краске. Память о прошлом... ...и будущем. Кровь на ней ни к чему. Это... правда ты? Ты знаешь меня? Что? Всю жизнь я ждала этого мгновения. А ты более странная, чем я думала. Прости. Это было грубо? Слегка. Проклятье. Вот я уже всё порчу. Ты просто первый, с кем я заговорила за очень долгое время. И странный не значит плохой. Ээээ... Спасибо. Начнём сначала. Я Ангарбода. У тебя, наверное, много вопросов? Ну... да. Где мы... Иди за мной. Скоро ты получишь ответы. Ну, часть из них. Ты сказала, что знаешь меня. А ещё, что скоро ты получишь ответы, Локи. Ладно. Или это... Не твоё имя? Нет. Это моё имя. Я Локи. Том. Ого. Сюда. Я... Сам выберу путь. Так всё же, где я? О, попал в странный туман. О, в Утангарде легко растеряться. Но здесь в Ярнвиде безопасно. Я думал, что Ярнвида не существует. Но правда, Один не станет считать Лес Великанов, если сочтёт, что его не существует. Лес Великанов. Так его называют. Ну, называли. Что это? Брошь. Большая. Разве? Я думал, Великаны на деле... ну, не велики. Чем ты тут занимаешься? Рисую, собираю, выживаю. Сохраняю, что могу. Ну, зачем ждать меня? Потому что моя судьба... рассказать тебе твою. Берегись! Лови! Я помогу! Я прикрою! Не видел, чтоб с раузами так сражались. Спасибо. Спасибо. А что ты делал, прежде чем прийти сюда? Пытался пережить Фимбл Винтер. Стоп. Сюда он тоже дотянулся? Ты знала о нём? Знала. Я буду наверху, но ты иди дальше. Это... кольчуга? Интересно, что сказали Боброк и Синзи. Что? А, они... вроде как... дяди. Вроде? Вы, Мидгард, Фигг и Канн Странс. Вообще-то они гномы. Всё равно. Ёпо! Тебе нравится ломать вещи? Это я перенял у своего... Знаешь что? Забудь. Ёпо! Красавец! Спасибо. Стоп. Что? Говорю, справлю на управление. А, да. Конечно. Ёпо! А, да. Отлично. Я встретил великаншу. Может, ту, что владеет моей судьбой. Что? Извини, просто так здорово с тобой разговаривать. Ну ладно. Все нормально, да? Да, просто я в волшебном лесу, которого не должно быть, говорю с другим великаном. И она... Да. Держу! Спасибо. Кажется, я еще не привык к этому месту. Куда мы идем? Мама записывала видение, пророчество. Подумала, ты захочешь взглянуть. Где твои родители? Их тут нет. Они что? Я знаю, у тебя много вопросов. Об этом не могу. Ладно. Прости. Локи! Я здесь. Жду сигнала. Все. Отпусти. Я разберусь. Еще враги. Стой! Ты хорошо сражался. Почти как герой. Спасибо. Ты тоже? Поможешь мне? Да, конечно. Постой! Теперь давай! Ого! Это медальон Иди. На перегонки? Что? Давай! Ну ладно. Тебя подождать? Кто первый, тот победил! Что ж, ты победила. Ну, я ведь уже знала дорогу. Не совсем честно. Да, Цельворм! Я таких уже видел. Значит, знаешь, как их победить. Обычно тут не так оживлённо. Вот мне везёт. Да, везут диклоки. Я прикрою! Продолжение следует. Да! Продолжение следует. Однако... где мама записала пророчество гро уже рядом она хотела сохранить наследие нашего народа вопреки стараниям асов куда теперь идем сюда разве это не магия ванов угадаю кого они и научились мы пришли и тут живешь сюда стой это мое святилище я так хотел снова его увидеть готов да я готов я это видел где мы развеяли мамин прах на стене все случилось ровно так как там сказано а это было разрушено а это мы а что в сумке это кто такой стоп нет нет не может быть все это неправда нет 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 этого нет ярн вида нет и от от горда нет ничего этого нет не сыграли Возвращайся. Со всеми бывает? Я не про волка, а про страх перед будущим. Оно не может быть таким! Здесь я служу Одину, а отец умирает! Так не может быть! Слушай, исход событий уже предрешен! И тебе придется с этим смириться! Проклятье, это было грубо. Знаешь, ты пока не думай об этом. Забудь будущее! Забудь Локи! Ты великан. И ты открыл в себе силу, которую сам пока не понимаешь. Давай пройдемся. Поможешь мне кое с чем, а премудростям великанов я тебя научу. Идем.